Последняя вкладка, которую мы рассмотрим, это рендер. Вместе интегрирован Arnold Render, как я уже говорил. Хороший, мощный рендер, особенно в работе с глобальным освещением. Обладает нодовой структурой построения материалов. Очень скоростной, очень быстрый. Можно посравнивать даже с такими гигантами, как Mental Ray, например. Так, и что у нас здесь имеется? Четыре вкладочки. Surface, Materials, Settings, Output. В первой Surfaces отображаются поверхности. К примеру, если я создам. Сейчас стоит отметить, что всегда, если вы переходите в эту вкладочку, у вас будут отображаться стандартные материалы, которые соответствуют окружению. Environment, Background, Phone, Foreground. Это картинка, которая перекрывает все, что находится, то есть все объекты, background и так далее. Это самая верхняя картинка, Foreground. К примеру, если вы хотите разместить какие-то ватермарки или, не знаю, какие-то надписи. Ground. Ground. Это земля. У нас имеется плоскость земли. Разумеется, она в виде геометрии не выражена. Это просто некая плоскость. Ее можно, разумеется, отключить. Атмосфер. Атмосферные эффекты какие-то. Image Filter. Можно фильтровать картинку через различные материалы, выстроив какую-то нодовую структуру. И Image Filter будет влиять на всю картинку в целом. Это стандартные по умолчанию, которые всегда со сценой открываются сурфейсы. Они всегда находятся в сцене. Я сейчас просто создам какой-то шарик. И когда я создал шарик, автоматически добавился еще сурфейс, который так называют сурфейс поверхность. Если вы загружаете какие-то объекты в мессию, то они сразу по умолчанию имеют какую-то поверхность. Даже если вы ее не назначали, у них будет поверхность, ну что-то вроде дефаут, например, по умолчанию. Разумеется, поверхности создаются в программе моделинга. То есть, где вы смоделировали своего персонажа или какую-то геометрию, которую вы добавляете в сцену мессии. Вы создаете материалы заранее, сурфейс поверхности. Далее мы видим такой вот список того, что у нас имеется в сцене. Например, все материалы по умолчанию, которые имеются здесь, материалы, они находятся внутри камеры. То есть, они отображаются только при рендере. И они присвоены к камере. Соответственно, если мы снимаем из камеры, то вот у нас автоматически влияет на картинку окружения. Которому мы можем добавить, например, HDR изображение. Переключиться в режим глобального освещения. И освещать сцену будет картинка. Так называемый HDR light. Также в background будет какой-то фоновая картинка. Foreground, ground, atmosphere, image, фильтр. Все это принадлежит камере. Если мы свернем. В сфере принадлежит у нас только surface. Материал surface, который мы здесь видим. И дальше у нас идут установки. Что и как. Вот, например, smoothing angle. Насколько мягкая будет эта поверхность. Если сейчас назначу 0. Это будет жесткая. Видны будут полигоны. Если я увеличу это значение, то будет гладкая. Двухсторонняя поверхность. Например, такая, как лист бумаги или ткань. У которых не выставлена эта галочка. Они будут отображаться только с одной стороны. С другой стороны объект будет прозрачным. Выставив флажок double-sided, вы получите двухстороннюю поверхность. Например, это подходит для одежды. Для каких-то плоских предметов, которые должны отображаться с обратной стороны. Ну, например, стекло. С двух сторон будет отображаться. И также у нас light. Здесь, какие объекты мы можем включить. Точнее, для этого объекта. Какие источники света должны освещать объект. А какие не должны. То есть, light linking. То, что в мае называется light linking. Surface. Здесь мы можем поменять название. Ну, сплайн, как обычно у нас средство управления анимацией. И также сам объект, сфера. Который единственный здесь у нас существующий сейчас. Есть его параметры для рендера. Будет ли он отображаться при рендеринге. Будет ли он видим для камеры. Он синт-бай камеры не виден для камеры. Он синт-бай атмос. Не видим для атмосферы. Симпли-волюм. Он синт-раз. То есть, это те параметры отображения, как данный конкретный объект будет отображаться при рендеринге. Существует также дисплисимент. Как будет отображаться с дисплисиментом, мы немножко попозже разберемся. То есть, например, при каких-то сложных поверхностях рельефных. У нас включаются более расширенные вещи. А сейчас мы рассматриваем лишь то, что у нас здесь есть. Это то, что касается сурфейсов. Дальше мы, выделив данный конкретный сурфейс, например, можем перейти к материалам. Вот везде, где есть такой треугольничек, открывается дополнительное какое-то меню, которое открывается правой кнопкой мышки. И здесь у нас тоже есть такая. Мы можем создать Light, Light Master, удалить и создать Render Group. Вот Render Group это очень интересная вещь. Например, мы создадим новую Render Group. Вот таким образом она у нас здесь отображается. И все, что мы поместим внутрь этой Render Group будет у нас, соответственно, отдельным образом отображаться. Таким образом я могу разбить по Render Group и получать раздельные изображения. То есть, изображения, например, заднего плана. Это геометрия сцены. Для каждого персонажа по отдельности, каких-то выбранных элементов. Например, могу получить рендеринг волос отдельно от всей сцены. И плюс еще разбитые по пасам. То есть, отдельно цвет, спекуляр, альфа и так далее. Для того, чтобы потом уже в композинге все это составлять. Вот. Для этого нужны Render Group. Далее закладка Materials. Здесь, собственно говоря, редактируется сам материал. И сейчас вот я выделил Surface поверхность. Материал редактируется двумя способами. Первый это Basic Properties. Базовое свойство этого материала. Это у нас блок, где отображаются основные каналы. Такие как Luminosity светимости, Emission излучение, Diffusion, это светопоглощение, Specularity, это бликовость, Glossness, это размер блика, его величина. Рефлективити, отражаемость, зеркальность, Soft Reflect, мягкая, размытая отражаемость, Transparency, прозрачность, Soft Transparency, это как в случае с матовым стеклом, размытие, прозрачности, Refraction Index, преломление, Translucency, Translucency, это здесь в данном случае, вот этот раздел Translucency можно воспринимать как Subsurface Scattering, то есть рассеянные поверхности, разумеется, это фейковый способ создавать подповерхностное рассеивание, но тем не менее, что-то вроде того, как, например, восковая поверхность или поверхность кожи, лучи света попадают, например, под поверхность кожи, разбиваются там, рассеиваются и выходят наружу. И, соответственно, если, например, вы видите, что человек стоит и сзади него находится источник освещения, то уши приобретают такой светящийся красноватый оттенок, точно так же, как нос, руки, например, если вы посмотрите на руку, на свет какую-то яркую лампу и заслоните ее рукой, то края пальцев будут немножко подсвечены розовым красноватым оттенком. Это потому что свет попадает под поверхностные слои эпидермиса, разбивается и окрашивается в цвет сабдермиса, то есть подкожные ткани, красноватые в данном случае, у нас капилляры, кровь, мышцы, они красноватые. На выходе приобретают такой красноватый оттенок. И этому соответствует разделу Translucency. Значит, мы можем задавать какой-то цвет под поверхностного вот этого прохождения. То же самое, как фонарики, например, бумага, бумажный фонарик китайский, внутри горит какой-то источник света и бумага приобретает свойства, ну, такой светящийся, но это не самосветимость, не luminosity, не emission. Здесь у нас имеется Surfingness, то есть размер поверхности, толщина ее, насколько глубоко пройдет луч света. Это Light Penetration, проникновение, Light Falloff, затухание, Scattering, это рассеивание. Ну и последняя составляющая, это Bump. Ну и также есть Threshold, это алгоритм затенения по какому-то углу. Ну, чуть-чуть позднее мы с этим тоже столкнемся. Значит, для каждого из этих каналов у нас имеется возможность выставить ключ и анимировать. Как уже было сказано ранее, в мессе анимируется абсолютно все. И в том числе каждый элемент поверхности, каждая составляющая поверхности. Также можно вводить какое-то цифровое значение для каждого канала. Существует также мини-слайдер. И плюсик в данном случае, около каждого канала, означает, что нажав на него, можно добавить к этому каналу какую-то дополнительную ноду. И этот канал будет зависеть от этой ноды, чтобы создать какие-то сложные вариации поверхности. А что такое нодовая структура? Редактор нод находится вот здесь вот справа. Такая панелька. И вот у меня выбранная нода Surface. То есть сама поверхность материала. И, например, если я добавлю к цвету Color, Gradient and Freshenal, я автоматически вижу, что к каналу Color цвета добавился дополнительный узел нода. И теперь цвет зависит от этой ноды, от градиентной составляющей. Градиенты Freshenal я добавил. Значит, у меня шарик будет затеняться по градиенту. Но как этот градиент будет распространяться? Я, например, просто добавлю камера Freshenal. И вот я сразу вижу, что происходит. Если я переключаюсь на Light Freshenal, у меня другой будет вариант отображения. Я переключу на камеры Freshenal. Для того, чтобы видеть, что происходит в окошке камеры, я переключусь на Output. И добавлю здесь Preview Viewport. То есть отображение Preview рендеринга во Viewport. Progress. Перейду обратно в Materials и нажму кнопочку F9. Вот так у меня отображается градиент. Я просто меняю цвета. Например, черный я поменяю на какой-то более красный, а белый поменяю на желтый. И в серединке поставлю, например, какой-то вот такой цвет. И сделаю жесткие зоны разделения цветов. Посмотрим, как в этом случае будет выглядеть наш шарик. Нажимаю F9. Вот результат. А Freshenal реагирует на угол. То есть центральная часть находится перпендикулярно. Плоскость располагается перпендикулярно лучу направления взгляда камеры. И потом этот угол меняется вплоть до 90 градусов. И таким образом желтая соответствует падению угла нулевому, что ли. А вот наоборот здесь U отображается. Один. Ну здесь в виде единички значения. И под углом 90 градусов это вот у меня красный цвет. Значит, если я буду менять эти цвета, они будут соответствовать другому углу. Вот красный усилился. То же самое, если я поменяю input на Light Freshenal. Нажмаю F9. То я вижу, как угол падения света отображается зонами распределения цветов на шарике. Это вот простой способ того, как сделать зависимость цвета от какого-то другого компонента в сцене. Таким образом работает нодовая система. И разумеется, выбрав ноду, я вижу тут тоже закладочки. Вот сам градиент, input параметры, lights, spline и так далее. Перейдя в Surface, я вижу Basic Properties. Базовые свойства моего материала. И точно так же здесь есть иерархия всех поверхностей. И отображаются добавленные к поверхности ноды. Например, Gradient and Threshold я сейчас вижу, что он отображается внутри поверхности. Таким образом, вы можете даже не пользоваться нодовой системой, если вам не нравится идеология построения нодовых материалов. И в любом случае, вы можете пользоваться стандартной старой системой, соответствующей идеологией, например, LightWave или Moda. Правда, в Moda слоеная система отображения материалов и воспринимать ее как слоеную можно вот здесь. То есть у вас есть поверхность и вот слои ваших этих материалов. То есть, например, если я хочу добавить дополнительно еще для колора еще какой-то слой. Например, я не знаю, Neisset. Это фрактальный шум. И я смогу посмотреть вот Neisset, вот его параметры. И как это будет отображаться. Единственное, что здесь в нодовой системе можно менять, так же, как в Photoshop, то, как материалы будут друг с другом взаимодействовать слоями. То есть, вот, например, равенство это абсолютное значение. И он фрешнл перекрывает сейчас на Neisset, потому что на Neisset выполняется позже. Получается так. Если я выставлю равенство на умножение, то вот так. Вот они умножаются. Я могу их переключить на аддитивное, на плюсик. И вот я вижу, как шум сочетается вместе с градиентом. Здесь я использую сейчас никаких текстур нету, только процедурные материалы. Очень мощная система построения нодов. Например, что здесь можно в нодах еще посмотреть. Если я нажму средней кнопкой мышки по колору, у меня откроется вот такая дополнительная вкладочка, чтобы я мог видеть, что происходит с материалом. Если я нажму здесь на колор, я вижу, как фрешнл влияет на материал. И средней кнопочкой жму на колор в Neisset и вижу, как Neisset. Я теперь могу видеть по отдельности, как выглядит Neisset на этом объекте, на шарике, как выглядит градиент отдельно и как выглядит смешанная поверхность, которая оба эти параметра в себе сочетает. Смешение. И мне не нужно тогда все время нажимать рендер. Далее, далее. Переходим. Ну, еще стоит отметить, что можно материалы сохранять, загружать, копировать и вставлять друг в друга. То есть, например, перенести с одного материала все на другой, копировать и вставить. Можно дубликейт сделать и держать про запас, как бы, в сцене, не закрепленный, незачем материал. И потом, в случае чего, перенести с него свойства. Ну, к примеру, если вы разрабатываете какой-то материал, вы держите в запасе предыдущую версию. Удаляются, выделяются, можно выделить материал, принадлежащий объекту и так далее. И мы, еще есть такая возможность, если вы нажмете клавишу F5 на клавиатуре, у вас откроется библиотека. Сюда можно сохранить какие-то материалы. Вот я, например, сохранял какие-то материалы. Есть библиотеки уже готовых сборок. По ним можно изучать, какие ноды, как влияют на материал. Вот есть вода, небо, какие-то варианты. Какие-то варианты поверхности. Мультяшный. Такой мультяшный поверхность с контуром. Какие-то другие поверхности разнообразные. По ним можно изучать, как материал создается при помощи нод. Нажимаем F5 и библиотека материала вскрывается. Далее, следующая вкладочка Settings. Это настройки. Здесь сразу же стоит отметить, что можно настройки сохранить. Save Render Settings. Все настройки, которые здесь будут выставлены, будут сохранены. И их можно загружать потом, чтобы каждый раз не создавать настройки для рендера. Можно обнулить Reset. Use Core Settings as Default. То есть, выставить текущие настройки рендера по умолчанию. И они всякий раз будут подгружаться. Здесь антиалиасинг. Сглаживание. Картинки, чтобы она выглядела мягко. Дептофилд. Глубина, расстояние фокусного. Размываем все, что не в фокусе. И все, что в фокусе, будет более четко отображаться. Ну и здесь, разумеется, с оптикой это тоже взаимодействует. Light Tips. Сейчас у нас все источники света работают. Direct. Можно только Environment, если HDR изображение подгружено. Динамическое. Тогда картинка будет освещать всю сцену. All. Это все. Сейчас вот это работает. Bounced Light. No Bounced Light. То есть, нет отраженного света. GL-Tip. Это GL. Global Lighting. Global Illumination. Если это G.I. Здесь есть три варианта глобального освещения. Монте-Карло, Photon Map и гибридный. Например, вот если я выберу Монте-Карло. И нажму F9. То у меня немножко меняется. То есть, освещение становится более мягким. И свету трудно проникать. Вот сюда вот под шарик. Здесь образуется теневая такая область. Настройки глобального освещения, которые будут рассмотрены подробнее в дальнейшем. Noise Reduction Sampling. Убирать шум от глобального освещения. Глобальное освещение создает шум. Здесь можно выбирать каустика для преломляющихся материалов и отражающих материалов. Создавать различные блики на поверхностях отражаемые и преломляемые. Volumetric Light Atmosphere. Волюметрическая атмосфера. То есть, видимый объемный воздух. Или туман, дым и так далее. Плюс еще. У нас есть закладочка Output. Это выходящие параметры. Что мы на выходе имеем? Какую картинку? В пятой версии добавлен динамический обновляемый рендер. Динамик Update Render. Очень удобная вещь. Ну, например, как это выглядит. Если я включу сейчас динамик Update Render. У меня постоянно обновляется рендер. Картинка. То есть, я вот, например, начинаю двигать шарик. И шарик видно, что сразу же обновляется картинка рендера. То есть, изменения материалов, изменения любые в сцене тут же отображаются динамически. И вы это видите в реальном времени. Если я отключу, то картинка обновляться не будет. Размер выходящего изображения и различные предустановки размера изображения. Scale 100% 50%. Если вы хотите получить картинку меньше. Ограниченный какой-то регион отображения. Ну, например, если я сейчас включу Limited Region. Вот только эта область лимитированная будет рендериться. Обновляться. И используя клавишу Ctrl. Я могу расширять, уменьшать эту область. И обновлять ее заново. То есть, рендерить только какой-то маленький участочек. А так у меня будет картинка рендериться вся целиком. Далее у нас идет менеджмент. Это сколько ядер считает у процессора. Сколько их есть. Размер в мегабайтах. Y-Race. Файл. Куда сохраняется временное изображение. Использование памяти. Буферы. Для того, чтобы обрабатывать изображение в дальнейшем. То есть, например, в Photoshop. Или если это секвенция. Если это анимация. То в этом случае. Какие-то программы для композитинга. Типа NUKE. SHAKE. Или Fusion. After Effects. То необходимо все изображение разделить по пасам. Здесь они называются буферы. Это Color цвет. Сейчас я имею только Color картинку. И включая альфу. Вы включаете прозрачность. То есть, если нет геометрии. Там будет прозрачная область. Depth. Глубина. Z-буфер. Shadow. Отдельной тени. Object ID. Плоскостное затенение материалов по объектам. Surface Normal. Нормали. То есть, куда, какая часть геометрии смотрит ее нормали. Это тоже можно использовать в программах композитинга. Например, для изменения цветовой, света, освещенности по нормали. И так далее. Surface Color поверхность цвета. Диффуз Radiance. Спекуляр Radiance. То есть, световая поглощаемость. И спекуляр. Это блик. Можно модифицировать буфер. Буфер. То есть, минимальное, максимальное значение его. И так далее. Название для исходящего изображения. И формат. Например, для программ композинга OpenEXR. Это формат, который держит все пасы, как слои в PSD файле. По отдельности, каждый. Ну, также есть масса таких распространенных форматов, как JPEG. Мне нравится использовать, например, PNG. PNG 24 бита. С прозрачностью, с альфой, например. Также используют еще TGA формат. Targa. Можно использовать TIFF без сжатия. То есть, возможностей достаточно. По умолчанию, вот сейчас стоит BMP. Ну, разумеется, этим форматом лучше не пользоваться. Также Мессия может запекать материалы, созданные на нодах. Вот таким вот образом. Запекать их в отдельную текстуру. В UV-развертку. Вы просто выбираете UV-Bake Object, какой объект. И его UV-ху. То есть, UV-развертку. Маппинг, который ему принадлежит. И нажимаете UV-Bake Render. Рендер на Auto соответствует нажатию кнопки F9 на клавиатуре. То есть, кадр просто рендерится. UV-Bake Render запекает в текстуру. И также у нас здесь имеется Tone Mapping. Выравнивание баланса белого и чёрного для рендера финального изображения. Вот сейчас у нас здесь линейный. Экспоненциальный можно выбрать. Это цветовое пространство. Это уже более-таки усложненные вещи. Сейчас у нас линейный цвет. Монитор гамма. Выравнивание освещенности монитора. И, наконец, Preview. Вот эта часть соответствует динамическому рендеру. То есть, то, как будет изображение появляться. Сейчас оно у меня во вьюпорте появляется. Потому что я выставил Preview на вьюпорт. Я могу выставить на Windows. Как отдельное окно. И нажать F9. В этом случае у меня изображение будет рендериться в отдельном окне. Вот. И также я вижу прогресс. То есть, процесс выполнения рендеринга. Don't clear previous render. Не очищать прежний рендер. Предыдущий. В темпе. Use viewport resolution. Show viewport scale. Это соответствует тому, как отображается. Вот эта сама картинка. Размеры. Вот, собственно, все эти четыре закладочки. Ну и плюс в рендере, разумеется, тоже можно зайти правой кнопкой мышки в меню. И выбрать Render Preview, Render Frames. То есть, рендерить всю секвенцию, всю анимацию. И так далее. Обнулить все параметры рендеринга. Различные установки. Рендер. Это получение материалов, текстурирование. Получение финальной. Визуализация финального изображения. Это целая отдельная тема, в которую входят как получение материалов текстур, так и настройка всего пространства, в котором модели находятся. То есть и environment, и освещение, и настройка камеры, и получение финального изображения, визуализация, то есть настройка самих вот этих всех рендера, качество его, и получение финального изображения. То есть это отдельная тема, такая же как отдельная тема моделирования, отдельная тема анимации и рендеринг. В миссии существует возможность рендеринга, это очень радует, рендер очень хороший и качественный. Примеры работ можно посмотреть на официальном сайте PMG миссии разработчиков. Вот быстро мы пробежались по закладке рендер, которая завершает у нас базовое введение знакомства с миссией. И далее каждая тема будет разбираться по отдельности. Редактор субтитров А.Семкин